В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Стартовали выборы президента Российской Федерации. Обязательно приходите всей семьей и принимайте участие в голосовании. Во всех школах муниципалитета продолжается акция «Неделя добрых дел». Я вообще считаю, что доброта спасет мир. Стартовали выборы президента Российской Федерации. За три дня голосования гражданам нужно отдать голос за одного из четырех претендентов на должность президента, который будет возглавлять страну следующие шесть лет. В Ленинском городском округе избирательные пункты открылись в восемь часов утра. В нынешние президентские выборы отдать свой голос за того или иного кандидата можно двумя способами. С помощью электронного голосования или очно. На территории Ленинского округа открыто 72 избирательных участка. Кроме того, по округу курсирует 21 автобус для голосования в удаленных поселениях. Глава муниципалитета Станислав Катеров уже в первый день голосования нашел окно в плотном рабочем графике и посетил участок под номером 3621, расположенный в помещении Видновской детской школы искусств. Ему даже пришлось постоять в очереди, ожидая пока свой бюллетень для голосования получит один из посетителей. Ленинский городской округ традиционно активен. И сегодня мы видим активность в голосовании наших жителей. Это очень здорово, когда действительно искренне жители приходят, голосуют и выбирают свое будущее. Поэтому все, кто еще не проголосовал, я призываю приходить на избирательные участки. Обязательно приходите всей семьей и принимайте участие в голосовании. Выбирайте будущее России. Процесс на избирательных участках устроен таким образом, что посетитель проводит здесь не более 3-4 минут. Но Станиславу Катерову пришлось задержаться подольше. Узнав главу Ленинского городского округа, местные жители с удовольствием делились с ним своими эмоциями. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Абалаева. Видное ТВ. В Видновской школе номер 7 расположены избирательные участки 13.01 и 13.02. Здесь проголосовать смогут жители Жуковского проезда и проспекта Ленинского комсомола. С самого утра в фойе учебного заведения оживленно. Обстановка доброжелательная. Наблюдатели пристально следят за соблюдением правил и безопасностью на участке. Многие пришли сделать свой выбор до начала рабочего дня, как, например, директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». Гульнара Романадзе проголосовала одной из первых. Это событие важное должно быть для всей страны, для всех жителей, для моей семьи и для моего коллектива, конечно. Это гражданский долг. Начнем с этого. Обязательное участие в выборах стало доброй традицией для семьи Светланы Шкредовой. На избирательный участок она пришла вместе с дочкой и внучкой. Сегодня очень важный день, потому что сегодня решается судьба России. И мы голосовали за главного человека России. Один из первых, кто пришел проголосовать за будущее России, руководитель местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Песоченко. Он посетил участок номер 1286, который разместился в школе поселка Володарского. Столь ранний визит на избирательный участок не случайен. Сразу после голосования Владимир отправляется в зону проведения специальной военной операции с очередным грузом, собранным жителями округа для бойцов. Надо в путь-дорожку ехать к ребятам, своим друзьям, братьям по оружию, везти то, что сейчас остро необходимо. И сегодня, пользуясь случаем, пораньше чуть задержался для того, чтобы проголосовать. Отдать свой голос за справедливость, за безопасность, за то, что наша страна должна быть сильной, могучей, уверенной. В Грузии, которой повезет Владимир Песоченко, не только оборудование и вещи, необходимые на передовой, но и рисунки, и детские письма, в том числе написанные школьниками муниципалитета в рамках акции «Неделя добрых дел», которая сейчас проходит в Подмосковье. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Избирательный участок номер 1298. Двери здесь, как и по всей стране, открылись в 8 утра. Среди избирателей – жители части домов по проспекту Ленинского комсомола и Битцевского проезда. Всего 2044 человека. Почти 100 из них изъявили желание проголосовать на дому, а всех остальных ждут на участке. Сегодня первый день. Я сама от Сулуды Геннальевича очень активно ходит. У нас на сегодняшний год. На данную секунду уже почти 150 человек. Еще времени как бы не так уж и много. Одним из первых отдать свой голос пришел председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль. За достойное будущее нашей Родины, за людей, тех героев и патриотов нашей страны, за наши традиции, за нашу историю и за сохранение для будущих поколений наших потомков всех тех ратных и трудовых свершений. Традиционно выборы – это особый день, особая дата, праздник для всех. Среди голосующих – люди средних лет, много пенсионеров, которые привыкли быть в авангарде общественно-политических событий. Я не местный человек. У меня родина Литва. Но я живу в России и считаю своим гражданским долгом проголосовать за достойного человека, который сможет обеспечить будущее России. Президентские выборы продлятся три дня – с 15 по 17 марта. Двери избирательных участков закроются в воскресенье в 8 часов вечера. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В детской школе искусств города Видное находятся избирательные участки 3622 и 3623. Здесь уже собрались неравнодушные жители, пришедшие выразить гражданскую позицию. Выборы президента Российской Федерации – главное событие в политической жизни страны. Председатель участковой избирательной комиссии 3622 отметила – количество жителей, пришедших на участок, увеличивается в течение дня. Уже больше ста человек. С утра люди. Сегодня пятница, рабочий день. И люди перед работой стараются прийти проголосовать. Отдать свой голос пришла и социальный координатор Государственного фонда защитники Отечества Анна Морозова. Она призвала каждого проголосовать за будущее нашей страны. Я, как всегда говорила, буду говорить. Если у тебя есть выбор, ты его должен сделать. Здесь все, наверное, четко и ясно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что только от нас зависит то, что мы сейчас делаем. Принять участие в выборах может любой желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. Я с нетерпением ждала, когда мне исполнится 18 лет, чтобы пойти голосовать за своего президента. Для нашей страны это очень важно, ведь от нашего выбора, от нашего голоса зависит наше будущее. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во втором корпусе Видновского художественно-технического лицея открыты избирательные участки 3628 и 3629. В каждом из них работает по 9 сотрудников избиркома. Все работники опытные, поэтому голосование проходит быстро и без очереди. Жители очень активно идут, голосуют. Мы всех рады, встречаем. Все очень доброжелательны. Благодарят нас за теплый прием. Участник СВО Алексей – настоящий патриот. Сейчас он находится в отпуске. По его словам, он не пропустил ни одних выборов и считает голосование своим долгом перед Отечеством. Я служу своей родине и считаю, что каждый должен проголосовать. Избирательные участки будут работать до 20.00 17 марта. Поэтому можно прийти в любое удобное время и проголосовать за будущее нашей страны. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском округе продолжается акция под говорящим названием «Неделя добрых дел». Глава муниципалитета посетил 11-ю видновскую школу, чтобы пообщаться с ее участниками и лично оценить некоторые результаты акции. Неделя добрых дел проходит в рамках подмосковной акции «Доброе дело», которую организовала Министерство информационных и социальных коммуникаций региона. В 11-й видновской школе, куда приехал глава округа Станислав Катаров, акция в самом разгаре. У нас второй день проходит, день недели доброты. Я вообще считаю, что доброта спасет мир, поэтому каждый человек должен стараться как можно больше делать доброе дело не на показ, а для себя. И делать это от чистого сердца. В рамках акции проходят мастер-классы по выпечке блинов. Впереди один из любимых российских праздников – Масленица. Получается? Ну, еще бы не получалось. Под надзором же? Ну, а как же? Не нарушают технологию, нет? Нет, не нарушают. Все, соблюдают. Молодцы. Впрочем, как выясняется, многих ребят учить не надо. Есть и опыт, и знания секретов мастерства. У меня есть любящая бабушка, даже две, ну и обе ни много ни мало учили. Ну, думаю, самое сложное – это учиться переворачивать. То, что ты вроде и цепляешь, оно не переворачивается, но где-то прилипло. Ну, все в этом духе. А еще в рамках акции расписывают пряники, пишут письма воинам СВО, собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети. Об этом главе округа рассказали на чаепитии, в котором приняли участие сотрудники школы, члены семей бойцов специальной военной операции и участники программы «Активное долголетие». Вяжут неоднократно носки, которые были отправлены в 42-м стрелковую дивизию, более 300 пар примерно, в которые также участники долголетия принимают участие и вкладывают туда записочки с пожеланиями. Все эти плеты, потом еще защитные, как уже называются, на одежде, помогают шить подушки, собирают гуманитарную помощь. После чаепития Станислав Катаров посетил один из классов, где ребята пишут письма участникам специальной военной операции. Что бы вы пожелали тем ребятам, тем измонтантам, которые сейчас воюют? Герпко, здоровье. Вернуться домой с победой. Как дела? Всего хорошего, чтобы они закончили войну. Да, хорошо. И оставались в целом мире, где они были. Я хочу вам спасибо сказать за вот эту поддержку. Для наших бойцов это действительно очень важно. И я с многими из них разговаривал, когда они возвращаются в отпуск, на побывку. И многие готовят ответные письма. Это на самом деле очень важно, поэтому поддерживайте. Спасибо вам за эту нелегкую работу. Всего в Московской области в акции «Неделя добрых дел» участвуют ученики более чем 1500 школ. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. А сейчас рубрика «Афиши». И мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. Весна окончательно вступает в свои права, а значит, пора закрывать зимний спортивный сезон. Последние городские соревнования этой зимы по лыжным гонкам пройдут в парке «Опаренки» 16 марта в субботу. Начало в 10.45. Главная площадка «Масленичное гуляние» будет расположена у кинотеатра «Искра», но также в субботу в 12.00 на набережной реки Купиленко пройдет праздничная программа «Румяная масленица». А в горках Ленинских в субботу во время проводов зимы сожгут самое большое чучело в России. Кроме того, вас ждут фолк-фестиваль, творческие мастерские и арт-базар. Стоимость 400 рублей. В воскресенье праздник продолжится в Расторговском парке. В 12.00 здесь пройдет интерактивно-развлекательная программа «Солнечная масленица». Приходите всей семьей. Проведите выходные интересно и с пользой. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.